Возрождение 619 летит безжалостное время. 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 Продолжение следует... 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 Благослови это служение, Боже мой Або отче Будьте с нами, Боже мой Пускай слава Твоя Будет с нами, Господь Боже И Дух Святый Нехай наполняй наше сердце, Господь Або отче, Господи Господи, муж Твой сказал так, что к святым и дивным всему есть стремление, Господи Наше стремление прийти вместе, чтобы прославить имя Твое, Слава Тебе за то, что Ты дал нам это время, Господи И вот муж говорит, что я просил у Господа, чтобы пребывать в доме Божьем, Господи И созерцать красоту Твою, это тоже наше желание, Господи Чтобы не просто посидеть и отсидеть два часа этих, Господи Но чтобы в это время вместе с народом попеть, Господь Вместе послушать Слово Твое Вместе помолиться с народом Твоим, Господи Так много тяжестей есть в народе Так много есть боли в народе, Господи Ты есть Тот, Который снимаешь эти боли, Господь И будь на этом месте, Господь Боже, есть много тех, которые под тяжестью греха упали и не могут встать Подними их, Господи, дай им силы встать Это служение добудет лечебница Твоя на этом месте, чтобы Ты посещал нас Благословлял и Дух Святой, чтобы был с нами Благослови это служение, Тебе добудет вечная слава Бог наш, Отец и Сын и Дух Святой Аминь Салом 1 Слушайте повесть любви в простоте Слушайте повесть любви в простоте Слушайте дивный рассказ Бог нас на веки просил во кресте Бог нас от вибель и спать Бог нас от вибель и спать Бог нас от вибель и спать Да, Бог нас на веки просил во кресте Бог нас от вибель и спать Если неправда в потерянных дней, Мучит вас тягостный час, Летим всем сердцем и верою всем, Бог нас от гибели спас. 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 Гранов нас навеки простил во кресте, Бог нас от гибели спас. Если под братом детей сискать, Камень надежды погас, Вспомните только хоть мыслью своей, Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Да, Бог нас навеки простил во кресте, Бог нас от гибели спас. Если в предыне соблазном земли Славы смущает соглас, Слава нас навеки простил во кресте, Слава Богу! Действительно, Бог нас от гибели спас. Аминь! Благодарность Господу, что Бог позволил нам в этот вечерний вечер собраться, чтобы прославить Его имя, ибо Он достоин славы. Как хорошо быть братьями и сестрами вместе, прославляя живого и святого Господа. В сегодняшний вечерний час я бы хотел с вами поделиться кратко мыслями о страдании Иисуса Христа. Мы будем вспоминать страдания Иисуса Христа, это воскресение, Его ломимое тело, Его пролитая кровь. И вот это, хочу вас как бы возбудить, вас хорошими воспоминаниями, что совершилось на Голгофском кресте. В основу Священного Писания я буду читать Евангелие от Иоанна, 19 глава, 17 и 18 стих. И неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли Его и с Ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Это слова, которые тяжело воспринимать, это слова, которые поражают верующего человека, основывающие то, что Иисус пришел спасти всех грешников и нас. Это тяжело понять, что Бог не пощадил единственного Сына, но послал на эту землю, чтобы искупить весь род человеческий. В сегодняшний день многие люди говорят о кресте. В сегодняшний день многие люди, когда воины идут, когда они, получается, не урядятся в жизни, они вспоминают о кресте. Я не говорю о верующих людях, я даже говорю о неверующих. Они, когда слышат слово «крест» или «Иисус Христос», они имеют какое-то умиление в сердце, что что-то когда-то и даже исторически произошло. Иосифлавий, это один из историков Ветхого Завета, он описывает именно о страдании Иисуса Христа, он описывает о тех злодеях, которые были распяты по другую и другую сторону Иисуса Христа. И он говорит, что люди не понимали, что же происходит, как это, зачем это. Человек, который пришел, чтобы и он делал, исцелял, воскрешал, поднимал людей, и он находится на Голговском кресте. В сравнении с теми разбойниками, которые заслуженно получили это наказание. Порой в жизни человека мы не можем вставить в наши головы, в наши мысли, почему это произошло, зачем это было сделано. Но когда появляется слово «любовь», все идет на свои места. В Адамском, в Эдемском саду Адам согрешил и разделил человека с Богом. Это совершилось для того, чтобы совершился грех, грех вошел в жизнь человека. Но Иисуса Христа и Бога была другая цель, чтобы творения с Творцом были одно, чтобы были вместе славить друг друга, славить Бога. И Священное Писание нам говорит о том, что как и в то время, так и в сегодняшний день, когда говоришь о Христе, иногда люди не хотят об этом говорить. Находясь на работе, порой с людьми говоришь и рассуждаешь о Христе, о Слове Божьем, и говоришь человеку, ну, слушай, ты говоришь, что ты христианин, а почему ты ругаешься? А почему ты божишься? Они порой не понимают и думают, что это, ну, это порядки вещей. И когда ты говоришь о Христе, они иногда даже другие говорят, давай лучше какую-то другую тему, как была погода, как что к чему. Я вспоминаю невольно место Священного Писания, где в Ветхом Завете, когда Павел проповедовал и предстал пред Феликсом, и он начал говорить о Иисусе Христе, о том распятым, тот, Феликс сказал такие слова, теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. Даже в то время в Деянии Апостола видно, что люди иногда боялись говорить о Христе, слушать о Гристе. Они понимали, что Слово Иисус Христос имеет силу. Они понимали, что в Иисусе Христе есть та сила, которая может изменить человека, может изменить тех людей, которые были в то Ветхозаветное время, покаялись пять тысяч, покаялись три тысячи, изменили жизнь и следовали за Христом. Тот же Савл, который гнал христиан, когда встретился с Иисусом, в его сердце что-то изменилось, что-то поменялось. И вот, я немножко бы хотел напомнить нам, что говорит нам Исайя еще 400 лет до рождения Иисуса Христа. И он описывает, говори о этом Мессии. Он говорит, что придет человек, который поставит все на свои места. Придет человек, который покорятся ему все, но в нем не увидят ни вида, ни величия. И Исайя говорит такие слова. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы не видели его. Мы видели его, и не было в нем ни вида, который бы привлекал бы нас к нему. Он был презерен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведающий болезни. Он дальше говорит об Исайе, говорит, что он взял на себе наши немощи, понес наши болезни и изъявлен был за грехи наши. Беззаконие наши взял, все он сделал для того, чтобы ты, брат и сестра, имел эту жизнь вечную, чтобы ты имел это спасение. И Священное Писание нам говорит о том, что через распятие Иисуса Христа, через Его страдания мы что-то приобрели. Да, вы скажете, мы приобрели спасение, правильно. Мы приобрели жизнь вечную, правильно. А что еще говорит нам Священное Писание? Священное Писание нам говорит, что через Иисуса Христа, кровью Его, мы освободились. Некогда мы были рабами греха, служили для греха, но когда Иисуса Христа была пролита, Он освободил от этих грехов. Освободил нас от привычек, от ненужных вещей для того, чтобы славить имя Его. И Иоанн говорит такие слова в Откровении, 5 глава, 9 стих, «И поют новую песнь, говорят, достоин ты снять печати, ибо ты был заклан кровью своей, и скупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени». Кровь Иисуса Христа, Он искупил нас. И настолько Иоанн перечисляет и говорит, из высшего общества, с нижнего общества, среднего общества, Он всех, нет ни одного человека, который бы и кровь Его не освободила. Священное Писание говорит такое, что Иисуса кровь, которая была распята на кресте и пролита за нас, она является кровь примирения. Некогда далекий, но кровью Иисуса Христа мы примирились друг с другом. Некогда не чужие, но ныне родные друг с другом. И Священное Писание также говорит, апостол Павел говорит, к Ефесянам такие слова, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близко кровью Христовой». Братья и сестры, кровь Иисуса Христа нас соединила, нас примирила, чтобы мы были братьями и сестрами, чтобы мы имели одну цель, чтобы мы стремились в одно направление к нашему Господу. С Его пересвященной молитве Иисус Христос говорит такие слова, и Он молится Отцу и говорит, «Я не хочу, чтобы Ты их забрал, но чтобы здесь Ты их сохранил в этом мире, чтобы они были святы в этом мире». Иисус Христос, находясь на земле, учил нас, учил, как поступать, как жизнь. И жизнь мы можем сравнить с Священным Писанием. Это является нашим путеводителем жизни. Это является нашим, как бы сказать, азбука, как жить, как поступать в христианской жизни. Порой мы спотыкаемся. И мы все грешные спотыкаемся, потому что наша плоть грешна, она стремится делать то, что не нужно. Но наш Дух, который живет в нас, всегда противоречит этому. Поэтому Священное Писание говорит о том, что через кровь Иисуса Христа мы освободились от греха. Через Иисуса Христа кровь мы примирились друг с другом. И Священное Писание также нам говорит о том, что апостол Павел говорит такие слова, «Посему тем более, ныне, будучи оправданной кровью, мы спасаемся им от гнева». Это говорит, что мы имеем автравдание в крови Иисуса Христа. То, что произошло 2000 лет тому назад на Голковском кресте, оно как эхо отдается в наши дни. Оно как сегодняшнее эхо отдается и говорит, что я еще люблю. Я говорю, приходите ко мне. Я спасаю. Я принимаю всех. И мы, как верующие, как дети, принявшие Иисуса Христа, кто 15, кто 20, кто 23 года, кто и больше, должны помнить, что это было совершено для того, чтобы искупить нашу душу. Это было совершено для того, чтобы мы могли сказать, что я являюсь сонаследним Царства Христова. Чтобы я мог сказать сегодняшний день, что я знаю, куда я езду, я знаю, кто мой Господин, и я знаю, кто мой Царь. Это было совершено для того, чтобы мы сказали, если дьявол сегодняшний день подойдет, как подошел во время Йова, и сказал, а ты от него отбери все, посмотрим, послушает ли он тебя, послужит ли он тебе, или отойдет от тебя. И когда в нашей жизни не будем мы иметь ничего материального, физического, чтобы мы всегда все равно были близки к Богу, потому что это наиглавное. Иногда вспоминаешь такие слова и думаешь, ну насколько верны эти слова, что одна спасенная душа ликует все ангелы на небе. В сегодняшний день Бог еще призывает много людей, чтобы они покаялись. В сегодняшний день еще как бы мы находимся теми детьми, которые познали Царство Божие, познали Христа, но я как-то уже раз говорил о том, что порой бывает, что Иисус Христос стоит у наших дверей и стучит, и скажет, открой сердце, чтобы я вошел. А мы думаем, что Он в нашей жизни, а мы думаем, что Он является нашим господином, но Он нет. Он только является, когда в воскресенье мы приходим в Дом Божий, в четверг в Дом Божий, а в последневной жизни Он на втором плане. Через пролитие крови и страдания Иисуса Христа Он хочет, чтобы мы имели мир с Богом, чтобы мы имели мир с Отцом. Священное Писание говорит такие слова, и чтобы посредством Его примирить с Собою, все умиротворив через Него кровью Креста, Его и земное, и небесное. Цель Отца для нас, чтобы примирить, чтобы сделать мир, чтобы этот духовный мир был в нашем сердце. В жизни есть падение, есть подъемы, но, как говорил Соломон, мудрый Соломон, чтобы мы не имели очень много, чтобы не хулили Бога, и мало, чтобы не хулили Бога. Но я бы хотел сказать, что эти земные богатства, они не в сравнении с чем, то, что приготовил нам Отец Небесный. И вот мы находимся, можно сказать, в преддверии, при вкушении снова, вспоминая о страдании Иисуса Христа. И бы хотелось, чтобы мы, вообще, четверг, пятница, суббота, чтобы эти дни мы просто задумались, насколько я благодарен то, что сделал для меня Христос. Насколько я согласен и живу тем, что сказал Иисус Христос, как Он поступал? Поступаю ли я так? Живу ли я так? Если брать Священное Писание, оно очень много описывает о страдании Иисуса Христа, о рождении Иисуса Христа, о том, что произошло, и красной нитью от Битье до Откровения описывает, что сделал для нас Христос. И я бы хотел, чтобы мы, как дети Божьи, в этот вечерний час склонили колени и сказали, Боже, благодарю Тебе за все, благодарю за страдания, благодарю за то, что Ты нашел меня в этом мире и привел к себе. Благодарю, что нету ничем достатка. Благодарю, что Ты сегодняшний день еще спасаешь людей. Благодарю Тебе, что Ты сегодняшний день приготовил мне это место, в котором я стремлюсь. И благодарю Тебе, что Ты даешь сердце покой. Благодарю, что Ты даешь это освобождение, даешь это примирение. И все, которое мы видим в Священном Писании, воздадим Богу славу, ибо Он один достоин славы. Аминь. Аминь. Господи, Боже Небесный, я благотворю Тебя. Господи, благодарю Тебя, праведный, благодарю Тебя, всемогущий, за вечную любовь Твою и благотворю Тебя. Мир Твой, благотворю Твою, которое от века и до века. Аллилуйя, в храме, в тайну, в тайну, в плаве, в тюмане, в храме. Аллилуйя, слава Тебе. Аллилуйя, благотворю Тебе. Аллилуйя, в храме Тебе. Рабьер, в тюмане, крайце, лань артуманам раме, бропьер, в храме, благотворю Тебя. И благотворю Тебя, гробьер, в тюгле плея, благотворю Тебя. Благодарю Тебя, приношу любя Твоя, слава и величия, Аллилуйя, Аллах, пьяньо правильное, славы архюмени крейте везе, славы архюмени тая, ровы архюмени тату вене, Аллах, член Твоя, славы архюмени прой и Роман, прой card ром вене, таби ангел, я благорев Тебя, милосерны, благорев Тебя, правильное, благорев Тебя, смагуши, Аллилуйя, Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 Ведущим на Христе роду милам, Возьмем и днем, ведущим на Христе роду милам, Расскажу я всем живущим о Христосской на странах, Расскажу я всем нему, ведущим мир и радость обречаю, Часто я не слышу словами, дружною, как он знает, Но меня на поле сломал всего июня отца, Я в войне зря, когда меня пускай из него, Сорвел, 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 завалил он, тем небом все в покой, И по смерти прохожу я, только за пути моем, Но предведи небо, ну я и срочусь на ты мечтой, Он берет меня за любви, а я в меня ведет, Я не знаю, с ним разумы, я не знаю, с ним забыл, Я не знаю, с ним разумы, я не знаю, с ним забыл, Мы очень часто встречаемся с такими грехами, как обида, непрощение. Корень этих грехов, я считаю, что это гордость, Не так посмотрели, не обратили внимания, Сказали какие-то обидные слова, А вот именно обида и непрощение разрушают нашу духовную жизнь. Мы теряем покой, мир, радость, не можем молиться. Ведь в молитве, которой мы молимся несколько раз в день, Отче наш, мы постоянно повторяем эти слова, Что, Боже, прости нас так же, как и мы прощаем должников своих. А это значит то, что Бог не будет нам прощать, Если мы не прощаем. Иисуса Христа люди часто обижали, Но Он не обижался никогда. В книге пророка Исаия мы читаем такие слова, Что Он был презираем, был умолен преди людьми, И мы ни во что ставили Его. То есть люди обижали Его, Но Он простил их и не обижался, И молился за тех людей, которые распинали Его. Апостол Павел также в первом послании Коринфянам, В 6 главе, говорит нам такие слова, Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? И помоги нам, Боже, чтобы мы научились от нашего учителя-спасителя Жить по духу, не обижаться, не обижать и прощать. Стихотворение Обида Обида пулей шальной поранила меня И в горле ком, и в сердце боль, и в духе пустота. В груди, как будто без свинец, в глазах дрожит слеза. Я не могу забыть, Отец, обидные слова. Я не могу простить, Господь, я не могу простить. Как мне прикажешь теперь быть? Как я могу любить? Господь, я потеряла мир, смотри, я словно прах. Неужто ты меня забыл? Кричала я в слезах. И вдруг ты где-то там, внутри, шепнул мне тихо. Стой! Вспомни, как я унижен был и распят был тобой. Не ты меня одна гнала, меня гнал целый мир. Но все же я простил тебя и целый мир простил. Ты знаешь, как я мучен был, сильней, чем ты, призрен. Но я обиды не таил, не сдался в этот плен. Неужто боль твоей души сильнее, чем моя? Подумай, что я пережил и как простил тебя. Я знаю, Боже, ты сумел, а я вот не могу. Я ненавижу этот плен, хотя в нем и живу. Я поняла, это тюрьма. Я как побитый зверь, в цепях своих заточена. Как можно жить теперь? И вновь ты где-то там, внутри, шепнул мне тихо. Стой! Оставь обиды позади и обрети покой. Зачем тебе бродить пленом? Прошу тебя, прости! Ты совершаешь важный шаг и выбор за тобой. Ты можешь в горести упасть и не простить обид, а можешь поступить, как я, смириться и простить. Свергай скорее свое я и эту боль стерпи. О, неужели тот же от меня? Прости его, прости! Не за обидчика прошу. Прости ради меня, смотри, я пред тобой стою, и я прошу тебя. А если даже для меня не можешь ты простить, прошу, прости ради себя, чтобы со мною быть. Пойми, что я тебя люблю, хочу прощать тебя, но как же я тебя прощу, коль не простишь сама. От этих слов я замерла, сломилась наконец. И взгляд свой снова подняла к тебе, святой Отец. Мне было больно раздавить обиженное я, но ты помог мне победить. Благодарю тебя. Прощаю все, прощаю всех. И тяжесть с плеч долой. В который раз уже, Отец, удивлена тобой. В который раз в твоей любви не вижу я конца. В который раз в твоей крови исцелены сердца. Слава Богу! Слава Богу! Я буду с вами честным. Я читал Библию по-английски и приготовил свою проповедь по-английски. Потом переводил его на русский, читал, как написано на русском переводе, и я увидел, что все английские переводы говорят одно, а русский говорит другое. Я потом думал, стоит ли мне это говорить все равно. Думал, какую другую проповедь приготовить, но мне ничего не приходило, только это. Но сестры рассказали этот стих. Теперь я понял, что это слово было от Бога. Я буду говорить, и я уверен, что Господь что-то хочет сказать к нашим сердцам. Это слово будет от еврея, 12 глава, 1 стих по 3. Я его сперва почитаю по-английски, а потом на русский. Hebrews 12, chapter 1, verses 1-3. 2-3. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Теперь я хочу его прочитать по-русски, 12 глава, 1 по 3 стих. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренеброгший посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Те, которые понимают по-английски и по-русски, я думаю, вы можете здесь увидеть разницу. И что я сделал? Я взял с английского, потому что я прочитал 15 переводов по-английски, они все говорят то же самое, по-русски оно немножко по-иначему. Я взял слово и слово перевел с английского на русский, и оно так звучит. Посему мы, так как мы имеем вокруг себя такое великое облако свидетелей, отложим в сторону всякий груз и грех, который нас заманывает в ловушку, и будем бежать в свой бег, который пред нами без сдавания. Смотря на Иисуса, автора и совершителя веры нашей, который за радость, что было представлено пред Ним, претерпел крест, презирая посрамление и воссел на правую сторону престола Божия. Помыслите о нем, который претерпел такое поругание против себя, чтобы нам не устать и не стать обескуражены душами нашими. Мыс, которое я заметил, это во втором стихе. Смотря на Иисуса, который претерпел крест, потому что была радость представлена перед Ним. Так говорят все английские переводы. Какая это радость? Мне кажется, радостно ли было это, когда он был в Хевсиманском саду, и он переходил эти скорби. Когда он нес крест на Голгофу, и он изнемог под крестом, и возложили крест на Симона, была ли это радость ему? Я думаю, нет. Думаю, это было ему очень больно, очень трудно это все перенести. Но если английские переводы, эти 15 или сколько там переводов я читал, если они не ошибнулись, и что это была радость, представлена перед Ним, которую он выбрал, и за эту радость он пошел на крест. Что же за радость была эта? И брат передо мною, он говорил, что радость это была его цель, чтобы примирить нас с Отцом. Ему была предоставлена возможность, чтобы пройти на эту землю, чтобы пострадать, чтобы через Его страдания, через Его победу, мы не оставались больше рабами греха, чтобы грех не царствовал больше над нами, но чтобы мы жили победоносной жизнью в Иисусе Христе через Его жертву. И здесь говорит, почему так, был читатель русский, как, имея вокруг себя такое облако, свидетельствует, свернем в себя всякое бремя. Какое бремя это? Это бремя, то, что не допускает нас, чтобы мы чувствовали эту свободу, которая в Иисусе Христе. Это может быть обида, непрощение, как говорили сестры передо мною. Это неразрешенные конфликты. Может быть, эти конфликты, это непрощение, оно может быть к жене, к мужу. Это может быть к соседу, родителям, своим детям, своим соработникам. И кто это пережил, он знает, как трудно это, свергнуть это, как трудно это его сбросить в сторону. Был у меня момент, когда у меня была очень горькая обида к одному человеку, который очень дорог мне. И я очень много пытался свергнуть это. Говорил, я прощаю ему. Я не хочу, чтобы это меня удерживало, чтобы меня останавливало, но мои слова, то, что я говорил, то, что я пытался это отвергнуть, это отбросить в сторону, оно мне никак не получалось. Я разговаривал с одним служителем. Он говорил мне, сделай это, я пробовал, не получается. Сделай второе, я это делал, оно не получается. Третье, четвертое, и я ходил, мучился с этой обидой, было очень мне трудно, потому что я знал, что эта обида, она мне не разрешала, не давала мне, чтобы мне была эта свобода, чтобы мне была эта радость, полная в моем сердце. Кто что-то подобное пережил, он это хорошо знает, думаю, о чем я говорю сейчас. И как брат говорил перед братом Анатолий Крот, он говорил в прошлый раз, когда у нас было хлебопреломнение, что он заметил, что много людей на хлебопреломнение, они не приходят. И он говорил одну причину, он говорил, что нам нужно делать, он говорил, нам нужно за таких людей молиться. В молитве есть очень большая сила. И как это, свергнуть это, это в молитве. Наша победа, она приходит в молитве, и написано, свергнуть всякий груз, все то, что не допускает нас, чтобы чувствовать эту свободу, этот мир с Богом. И мне этот служитель сказал, ты молись, потом ты пойди этому человеку, и ты скажи, я тебе прощаю. В голос скажи ему, у меня на тебя была обида, может быть, я тебе это никогда не говорил, но я тебе прощаю. Я один раз пытался, не смог, второй раз не смог. Дальше я молился, продолжал молиться. И один момент, я скажу, это был один из самых труднейших моментов, которые я пережил в моей жизни, труднейшее, что я сделал. Но я подошел к этому человеку и так сделал. И потом, после этого, я почувствовал свободу, слава Богу. Когда у нас есть какой-то груз, он удерживает нас. Мы не можем... We can't reach out and live up to the standards what Jesus Christ has determined, has set up for us. Мы не можем достичь цели, которые предназначил для нас Бог. Мы не можем любить этих людей, как Бог нам предназначил. и через... Мы знаем, что любовь это самое большое, то, что нам нужно исполнить. Мы можем служить этим людям, когда в нас есть непрощение к ним, когда в нас есть обида, когда в нас есть неразрешенные конфликты с ними. Поможет нам Бог это сделать. Но как это сделать? Перед тем, как говорить, я вторую мысль прочитаю здесь. Говорит, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. По-английски говорит, грех, который нас заманывает в ловушку. Мы свергнем в себя обиды, мы свергнем в себя этот груз непрощения. Мы с силою молитвы Иисуса Христа, силою Иисуса Христа, мы это отбросим в сторону и отбросим грех. Знаем, что грех, он очень, очень сильно обманывает нас. И он нас держит в плену. Так как говорили сестры в своем рассказе, стихотворении. Я хочу один момент в моей жизни привести. Когда я ходил в колледж, в лето я работал на одной ферме. И на этой ферме моя работа была мыть комбайны. в одно время там было немного комбайнов, чтобы мыть, и мне дали работу, чтобы я в шапп работал, в мастерской, там, где механики исправляли эти комбайны. Я заметил одну ситуацию. Один прекрасный день там птица одна залетела в этот шапп, эту мастерскую. И я не подумал много об этом, но следующий день я заметил, та птица все еще там, в этом шаппе. Третий день она все еще там. я начал спрашивать, говорить механикам об этом, что я заметил. Они говорят, вот ты удивляешься этому? Он говорит, это случается каждый год. Мне это просто как бы врезалось в мою душу, как так может быть? Я был любитель птиц. И когда я видел эту птицу, она была там just trapped. Она не могла вылететь из этого шапп. Она там сидела сверху, потом со всей силы она летит вверх, вдаривается в потолок этого шаппа, потом снова ловит себя, седает опять. Немножко времени прошло, она снова со всей силы летит в потолок опять. Старалась вылететь из этого шапп. И что я взял? Я взял урок с этого. Механики говорят, это случается каждый год, когда птица залетает туда, она из туда больше не вылетает. И взял урок. Урок с этого это, что делает грех. Это, что делает дьявол через грех, который мы приманены, мы влетаем в этот грех, и он нас берет пленниками. И если не освободит нас тот, который пришел на эту землю, тот, который посчитал эту радость, которая была представлена ему, если мы не придем к нему и получим свободу от него, мы таки останемся и мы погибнем в своих грехах. И так важно, не важно, как труден этот груз, не важно, как трудно преодолеть то, но нам нужно все продолжать бежать. Другий стих говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Как мы это делаем? Мы это можем сделать, если мы только взираем на Иисуса Христа, на начальника веры. Он предпочел радость, чтобы пострадать, чтобы примирить нас с Богом, и это было на то, что он смотрел, когда он был на земле. Я думаю, ему не было очень радостно. Ему было очень трудно все это пережить, но он смотрел на ту радость, на тот reward, награду, которая будет после всех этих страданий, после того, что будет. и мы можем взять для себя, что когда наш взор направлен на нашу награду, на то, к чему мы стремимся, мы не будем влетать в этот шап, мы не будем влетать в этот грех, который заманывает нас. И когда наш взор будет к небу, к тому, что ожидает нас, не по нашим заслугам, но по заслугам Иисуса Христа, тогда мы будем иметь эту силу преодолеть это. Дальше я хочу немножко поговорить это воскресенье вечером был одна проповедь, по-моему, это брат звук Авель, он говорил о израильском народе, когда они были в пустыне и за их грех Бог начал наказывать их змеями. Змеи эти жалили их и этот Бог сказал Моисею, чтобы он сделал медный змей, чтобы вознести этот змей и чтобы израильтяне, эти люди, которые были ужалены, чтобы им не умереть, они смотрели на этот змей. Это очень хороший преобраз того, что сделал Иисус Христос. это очень хороший преобраз, что когда мы были в нашему греху, когда мы жили в наших грехах, и когда этот грех, он так нас жалил, что не было способа другого, но нам предстояла смерть, когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы получаем прощение, мы получаем освобождение, мы получаем свободу и здоровье опять наше духовное обращается к нам, но что я читал это и я заметил в четвертой книге царств по-русски, по-английски, второй книге царств, это записано в восемнадцатой главе, четвертый стих, это говорит, когда Езекия стал царь, мы видим, что, я это прочитаю, это четвертый царств по-русски, восемнадцатая глава, четвертый стих, он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, почему? Почему он истребил этого змея? Потому что до самых тех дней сыны Израиля выкодили ему и называли его не хуштан? Про что это говорит? Что этот змей, на которого смотрели люди, чтобы получить исцеление, прошло время, думаю, что больше люди не смотрели на этого змея, думаю, змеи перестали кусать и яд свой пускать, но израильтяне сделали что-то иное с этим медным змеем, они начали ему кодить и они сделали его другим богом. И не так получается в нашей жизни, что Иисус Христос, который вознесли на Христ, и в котором есть наше исцеление, наша победа, иногда мы Иисуса Христа делаем как бы другого идола в нашей жизни, и мы как бы не используем ту силу, которая есть в Иисусе Христе, но мы живем для нашей пользы. Мы порой очень часто нам легко жить в нашей жизни, мы молимся Господь благослови нас, дай нам успех, и это все, что мы хочем от Иисуса Христа в нашей жизни. Мы не используемся той силою, которая есть в крови Иисуса Христа, но мы только хочем того, что приносит нам удовольствие, легкую жизнь, то, что мы просим. Я хочу прочитать от 1 Коринфян 15 глава 19 стих. Это 1 Коринфян 15 глава 19 стих. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. если наша жизнь, если Христос не есть наше примирение с Богом, если Он не есть наше прощение, наша сила, чтобы жить победоносной жизнью, то мы несчастнее всех людей. Если Христос есть просто то, к кому мы приходим в наши молитвы, чтобы получить что-то хорошее только то мы are the most pitiable of all men. Это говорит Коринфянам 15-я глава здесь. И что я хочу привести итог к всему тому, что я говорил, что Иисус Христос Он пришел на эту землю, Он все то, что Он сделал, Он сделал для того, чтобы примирить нас с Богом, чтобы мы имели свободу от того, что нас придерживает, от наших грузов, от наших грехов, то, что держит нас. Когда мы готовимся к воспоминанию, поможет нам Бог, чтобы мы приходили и отдавали все наши грузы, те, которые удерживают нас Ему, чтобы мы приходили, и так как Христос, по примеру Христа, как Он, я могу прочитать это еще раз, как Он претерпел эти страдания для той радости, которая была представлена Ему, то Он приложил усилия этому, и когда мы смотрим на Иисуса Христа, на начальника и совершителя веры, тогда мы получаем эту силу. И я перед тем, как закончить свою проповедь, хотел поделиться одной еще историей, которая, я думаю, очень хорошо показывает нам, что это значит, немного людей, они решают смог смыгаться в беге, как бы бежать длинную дистанцию, потому что оно очень трудно. С многими людьми общался, они говорят, что я миль пробежал, мне стало так очень трудно, и я потом думал два миля бежать, но я это не смог сделать. Я люблю бегать, этот пример мне очень хорошо, ну, как бы, и очень ярко, мне очень понятно, потому что когда ты бежишь, ты всегда ты хочешь останавливаться, когда длинную дистанцию, может быть, пять миль пробежал, тогда становится очень трудно, и ты хочешь просто остановиться, и ты хочешь что-то ну, или что-то другое сделать, или сесть, остановиться. Я говорил с одним братом, он мне рассказывал, как он бежал половину марафона, half a marathon, и он говорит, что он так, он бег, он бежал, он не останавливался, и все дальше продолжал, и продолжал, и он говорит, Вася, я тебе говорю, когда я увидел finish line, когда я увидел конец этого бега, этого марафона, я думал, что я смогу очень быстро пробежать, чтобы мне хороший место получить, чтобы уменьшить мое время, но говорит, к моему удивлению, я это не смог сделать, он говорит, я видел конец, но я, он говорит, я не мог быстро бежать, я очень по маленьку бежал, потом я ишел, потом я останавливался, кажется, конец вот здесь впереди, я уже его вижу, но у меня силы не было, потому что он прилагал максимальную усилию, чтобы кончить этот бег, чтобы свое самое лучшее, что он мог сделать, и он говорит, когда я наконец уже пересек эту линию, говорит, у меня вообще больше силы не было, я просто там остановился, и я стоял, он говорит, моя жена думала, что я уже умру, и она говорит, она боится, чтобы я опять это бегал, потому что когда мы бежим эту длинную дистанцию, то если мы прилагаем максимальную силу, оно это так получается, оно очень трудно, иногда люди, их жизнь заканчивается на этом беге, и он говорит, впереди 50 футов от меня стоит женщина, она уже мне подает мою награду, но он говорит, я к ней не мог подойти, у меня не было силы, ей нужно было прийти ко мне, и что я, что почему эта история, этот рассказ моего друга, мне был why did it make such a point for me, потому что это наша жизнь, иногда нам бывает трудно, нам все равно нужно продолжать, наша сила в Боге, и когда наша жизнь кончится, когда мы получим наград, тогда, когда Иисус принесет нам нашу награду, но все будет it'll be worth it, все будет простите, все стоит, да поможет нам Бог в этом, мы будем приходить молитве, мы будем проверять свое сердце, если у нас что-то есть, что нас удерживает, что держит нас в плену, да поможет нам Бог готов освободиться, сила в Боге, сила в крови Иисуса Христа, будем прибегать к Нему, аминь. Господи, Боже небесный, Боже благий, аллежоя, крохе, прайнарсу, менегетен, аминь, кмайна, прагет, кейтал, плед, лекам, менегетен, аллевоя, 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 богор于, offering, богор于, алловидуя, аминь, гестр, женя, мегетен, богор于. Богор于, пледе богор于, богор于, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Очень сильно, когда мы пришли к Богу, когда мы переживаем какой-то кризис в жизни, когда мы ищем его всем сердцем, и мы ловим, как жаждущий ловит каплю воды. А есть момент, когда мы просто к нему привыкли, просто идет шум, и оно нас не касается, и мы к этому шуму уже привыкли. И дай нам, Господи, мудрости и силы, не привыкать к этому, чтобы всегда иметь такое состояние, чтобы оно всегда нас затрагивало. Вы помните, я не буду зачитывать, за царя Соломона, написано, он сделал свое правление, он сделал серебро, подобно камням, а кедры, как деревья, сикеморы, которые там росли по низменным местам. Серебро, оно не стало хуже, но из-за множества, из-за множества люди стали на это серебро смотреть как-то по-другому. То есть какой-то был момент, да, о серебро, но когда стало его очень много, когда очень стало много, то оно почему-то потеряло ценность в глазах людей. Царица Сауская, она приходила с пределов земли послушать мудрости Соломоновой, испытывала ее притчами, загадками, он объяснил ей все. Она говорит, не могла удерживаться, так написано, даже счастливы слуги твои, они не могут стоять и постоянно это слышать. Я думаю, интересно, слуги, может быть, стояли год, стояли два, кто-то приходит, кто-то уходит. Для кого-то, кого-то это восхищало, как эту царицу, кого-то это затрагивало, а эти стояли просто как бы, ну, мы это уже, мы об этом слышали. Мы уже об этом слышали. Поэтому, знаете, друзья, к чему я проверяю свое сердце, Господи, благослови нас, благослови нас, благослови нас, чтобы Слово Божие, особенно о Христе, о страдании, сколько бы не было, сколько бы не было хлебопреломления, да, подготовка там, это четверг. Дай, Господи, чтобы оно еще, еще, еще продолжалось, по милости Божией, чтобы оно нашу внутренность, знаете, оживляло, касалось нашей внутрости, касалось наших сердец, и как-то по-новому, по-новому снова и снова звучало, и мы снова и снова восхищались. Восхищались тем подвигом, который сделал Христос, слава Господу. Из-за этого возможность, друзья, за эту возможность, потому что не всегда так было и не всегда так будет. Не всегда так будет. Я вспоминаю, как пересказывали свидетельство одного брата, узника с Украины, еще когда был Советский Союз, когда он находился там где-то в лагерях в Сибири, за Слово Божие, он говорит, не было возможности участвовать в хлебопреломлении. Не было, хотелось. Везде этот лагерь, охранники, эти собаки, эти сторожевые, нам так хотелось. Мы нашли один момент, мы где-то в этой куфайке насобирали этих сухариков со стола, нашли какое-то куст, подавили эти ягоды. Нам так хотелось, нам так хотелось участвовать. И Бог, говорит, в великой силе нас благоставлял и утешал в тех скорбях, слава Господу. Потому что было сердце, они стремились к этому, они хотели этого. Они хотели этого. Пусть нас Господь в этом благоставит, друзья, чтобы мы с вами подходили к этому, вспоминая его страдания, вспоминая тот подвиг, который он сделал. Потому что это все было для нас с вами. И еще такой момент, пользуясь временем, знаете, как, если украинскую мову, цену ему час, цену ему час. Потому что не всегда, не всегда, возможно, так будет. Я недавно слушал, может, вы тоже слушали одного братика с Мариуполя свидетельство, когда он два месяца находился там, где, говорит, я два месяца был в аду. Там, где снаряды, там, где все эти. И он говорит, в те моменты, говорит, некогда было молиться. Вот, говорит, молитва не шла, все цепенело, все, говорит, останавливалось. И не было возможности читать. Говорит, но ты пользовался тем, тем пользовался, что когда-то ты, говорит, свою внутренность туда, там, там сложил туда. Потому что, говорит, когда приходят тяжелые обстоятельства, они сдавливают тебя. Говорит, наружу выходит то, что там внутри, то, что ты когда-то позаботился. Те собрания, те спевки, те молитвы, те общения с народом Божьим, те, возможно, хлебопреломления, которые были, когда ты вкушал тело и кровь. Говорит, в трудные моменты, в трудные моменты жизни, говорит, он пользовался этим. И приходило утешение. Слава Господу. И продолжая, как бы, знаете, двигаться в таком направлении, воспоминание, воспоминание, можно сказать, даже по-другому, причастие. Что причастие нам показывает с вами? Оно показывает очень много, очень много разных грани. Братья передо мной говорили, я думаю, много на этом месте говорили, и еще больше скажут, если Бог позволит. Еще больше скажут. Но я для себя немножечко так взял, как бы, чуть-чуть коснулся этой темы. Потому что эта тема настолько глубокая, она настолько обширная. Друзья, нам с вами вечности не хватит, чтобы за это поблагодарить Христа. Потому что когда мы с вами придем и по-настоящему поймем, мы, ну, что мы можем с вами знать о страдании Христа? То, что мы прочитали. То, что мы прочитали, не больше, чем здесь написано. Не больше. Когда мы встретимся с Ним, когда мы увидим Его, как Он есть, когда откроется вся полнота знания о Нем, тогда мы, друзья, мы с вами будем восхищаться, восхищаться, еще более восхищаться этим подвигом. Слава Господу! Я вспоминаю, когда-то такой псалом, хор пел. Мы будем петь когда-нибудь не так, намного лучшее благословение. Когда-то, когда-то мы будем петь. И тот, кто не умел петь на земле, да, такой интересный такие с нам слова есть. Когда мы встретимся с Ним, всю свою вечность мы будем славить Его за это, за Его подвиг, за то, что Он сделал. И первое, знаете, друзья, о чем говорит нам страдание Христа, смерть Христа, Его воскресенье, то есть то причастие, которое мы будем вспоминать. Для чего возвещать нам Его смерть? Кажи, вы должны возвещать Его смерть. Доколе Он говорит, для чего? Для чего возвещать Его смерть? И о чем говорит нам Его смерть? Первое, это, знаете, Его смерть, Иисуса Христа, она показывает величину и глубину греха. Величину и глубину. Потому что иногда люди бывают, общаясь с людьми, они говорят, ну, я как бы не такой уже особый грешник. Ну, или там, да, как бы извиняя себя, ну, что здесь такого? Ну, подумаешь, ну, с кем-нибудь, ну, все так живут. Все так живут. Интересный, знаете, момент, почему именно Сын Божий? Потому что никто, кроме Него, не мог это сделать. Никто не мог решить проблему греха. Никто. Никто. Никакой пророк, никакой человек, никакая ветхозаветная жертва, она не могла удовлетворить Божью справедливость. Никто. И Бог посылает Своего единородного Сына, чтобы именно Он, и никто, кроме Него, мог решить эту проблему. Слава нашему Господу. Вот настолько человечество зашло в тупик. И, знаете, если бы у Бога был какой-то другой выход, я думаю, Он бы его использовал. Но другого выхода вот не было. Другого решения этого вопроса. Вот настолько была сильная проблема, по-другому ее невозможно было решить. Невозможно. Только Сын Божий должен был прийти. Я хотел бы немножко прочитать об этом. Это очень известное место, очень известное место Священного Писания. Это будет Откровение, пятая глава, четвертого стиха. И он записывает так. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Слава Господу. Он говорит, это одно из моих любимых мест. Я много плакал. Ну неужели не нашлось? Сколько хороших людей, сколько святых людей, сколько возможно каких-то способных людей. И Бог ему показывает картину спасения. Никого не нашлось. Никто не может. Никто. Вот лев от колена Иудина. Он победил. И он это сможет сделать. Слава Господу. Это он может сделать. И интересный такой момент. Знаете, Бог через Моисея, через Моисея дает повеление о жертвах. И написано так, без пролития крови не бывает прощения. Не бывает прощения. И мы смотрим, что на протяжении всего Ветхого Завета, это приносение жертв. Тысячи было приносено жертв. Может десятки, может миллионы. Я не знаю. Даже когда мы читаем, когда священие храма Соломонова, там, когда Давид, там, Ковчехниус, там, один шаг ступил. И много-много-много животных было принесено. Но автор послания к евреям говорит, что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грех. Говорит, невозможно. И вроде как бы непонятно, как дается повеление, чтобы проносились ветхозаветные жертвы, а потом такой итог, что они не могут уничтожить грех. И я хотел прочитать об этом. Это записал апостол Павел в послании к римлянам. В послании к римлянам это будет 3 глава, 25 стиха. «Которого Бог предложил в жертву милостивления в крови его через веру, для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде». То есть все ветхозаветные жертвы, это была просто долговая расписка. Это был просто кредит. Вот люди, которые в Америке, они очень хорошо понимают, что такое кредит. Тебе дают в кредит, но за него надо заплатить. И все эти ветхозаветные жертвы, они просто указывают, что когда-то придет. Когда-то придет, это совершенная жертва. Когда-то придет тот, который покроет этот кредит. Слава нашему Господу. И никто, кроме него, не может этого сделать. Другой момент, знаете, о чем говорит нам причастие, это о том, что о заместительной жертве. Есть такой термин, когда мы говорим «заместительная жертва». То есть кто-то умер вместо меня, кто-то должен был бы умереть вместо меня. Я прочитаю это в 2-е послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертву из-за греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Слава Господу. Говорят, незнавшего греха. Он не знал этого греха. И интересный такой момент. Знаете, я здесь в Америке первый раз столкнулся с маленькими овечками, с такими почти новорожденными. Как они себя ведут, я никогда, знаете, такая жизнь непредсказуема, никогда не мог подумать, что в Америке с этим столкнулся. Для меня представление Америки – это небоскребы были. И, знаете, как они себя ведут, эти животные. Они, знаете, насколько к тебе привыкают. Они действительно, как я раньше читал и не понимал этого, когда пророк Нафан, помните, приходит к Давиду и обличает его за очень сильный проступок. И рассказывает ему притчу, говорит, что у одного бедняка была овечка, которая спала на груди и была ему как дочь. Я думал, это просто красивая такая метафора. Аркаус, это правда. Они могут заснуть тебе на груди, они могут тебе пальцы облизывать. И ты смотришь и думаешь, как? Ну, при чем здесь? Даже Ветхозавет не же это. При чем здесь он, чтобы он был, он пострадал за меня? Ну, это как-то неправильно. Ну, это неправильно. При чем здесь? Он там только родился, только он не сделал ничего. Ничего не сделал. И, возможно, знаете, чтобы Израиль, он задумывался, он задумывался, что впоследствии придет совершенная жертва. Он задумывался над тем, что, как-то вроде бы несправедливо, я наделал делов, а кто-то должен отвечать. Я это сделал, а кто-то должен был отвечать. И такой жертвой, значит, выступил за нас Иисус Христос. Он стал той заместительной жертвой. Не знавшего греха он сделал жертвою за грех. И очень хороший пример, знаете, этой заместительной жертвой, как уже сегодня так вспоминалось, проповедь братика в воскресенье вечером. Вот эта история за Авраама и за Исаака. Интересный такой момент. Я думаю, это очень такой яркий пример заместительной жертвы. Мы хорошо это знаем. Я быстро бегло напомню, когда Бог говорит, Авраама, Авраама, возьми Сына Твоего, единственного, которого Ты любишь, и пойди на гору моря и принеси его. И он берет, они идут. Я не буду все зачитывать. Мы хорошо это добытье, 22 глава. И интересный момент такой. Они идут, и вдруг Исаак говорит своему отцу, а это отец, говорит, вот дрова, вот огонь, а где же жертва? И он начинает понимать. Многие богословы сводятся к тому, что это не был такой мальчик, которого там тянули за руку. Это уже был довольно человек, который мог за себя постоять. Это отец говорит, я не пойму. Говорит, а где? Чего-то главного не хватает. Он вырос среди того народа, где жертвоприношение было понятно. Он понимал, с чего началось и чем это должно закончиться. И он задает такой понятный, конкретный вопрос. Говорит, а где жертва? И Авраам говорит, Бог усмотрит себе жертву. Говорит, Бог усмотрит. Бог усмотрит. И дальше мы знаем, когда Авраам почти это все сделал, Бог говорит, остановись, не делайте. Я вижу, ты испытан. И вот интересно, 13 стих. Бытие, 22 глава, 13 стих. Авраам посмотрел и увидел овна, который запутался рогами. И принес его вместо сына своего. Принес его вместо сына своего. Друзья, вы представляете, как была радость Исаака? Вот его мысли. Он стоял, наверное, все это понимал, смотрел на это все. И он думает, вы поняли, да? То есть, вместо него пострадал вот этот овен. И это указывало на Иисуса Христа. Это указывало, как же, Бог усмотрит себе жертву. Мы по своим грехам, преступлениям, мы должны были умереть. Но Бог усмотрит. Слава Господу. Когда вышел Иоанн крестить, к нему идет Иисус Христос креститься от него на Иордан. Говорит, вот, говорит, Агнец, который берет на себя грех мира. Говорит, вот он, вот он. Слава нашему Господу. И я не знаю, может, вы слышали такое. Я не буду, как бы, на этом строить учение. Но есть такое предание, что этот человек, убийца, этот ворала, который сделал мятеж в городе, который произвел убийство, который был отпущен по прошению народа израильского. Есть такое предание, что он покаялся. Я не знаю, насколько это правда. И покаялся, потому, говорит, он шел, смотрел, отпущенный Пилатом. Он говорит, так на его месте должен был бы быть я. На его месте должен был бы быть я. Друзья, я к чему это подужу? Чтобы мы с вами, хоть мы, может быть, много раз об этом слышали. Много раз мы это уже знаем. Может быть, привыкли уже, знаете, о том, что братья говорят и говорят. Чтобы по-новому посмотрели. Еще раз посмотрели. Чтобы у нас была эта радость Исаака. Чтобы у нас было чувство какого-то человека отпущенного, знаете, который за свои грехи, он по справедливости должен был пострадать. Но кто-то занял его место. Слава нашему Господу. Когда мы будем приступать к этой святыне, чтобы мы приступали с таким сердцем, Господи, ты занял мое место. На скамье подсудимых. И там, когда выполнялся приговор за мои грехи, ты пошел вместо меня. Ты пошел за меня. Слава нашему Господу. Потому что Бог усмотрел жертву. Бог усмотрел жертву. И последний момент, друзья. Я еще раз хотел бы прочитать. То, что я прочитал еще раз. Это послание к римлянам. Третья глава. Двадцать пятый стих. Которого Бог предложил в жертву милостивления в крови его через веру, для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Для показания правды его. Для показания правды его. Бог показывает. Бог показывает. Знаете, я еще раз прочитаю. Которого Бог предложил в жертву милостивления в крови его через веру, для показания правды его в прощении грехов. Через смерть Бог показывает свою правду в прощении наших грехов. Через смерть своего сына. Бог показал свою правду в прощении грехов. Это, знаете, друзья, то же самое, когда человек сделал какое-то преступление, и на него завели уголовное дело. Завели на него уголовное дело, и скоро будет суд, и за этот проступок он должен ответить по высшей мере. И в какой-то момент, говорит, дело закрыто. А ты оправдан. Дело закрыто. И вот, друзья, когда проявилась кровь Христа, друзья, наши с вами уголовные дела закрыли. Закрыли, потому что наш грех был оправдан Христом. Наши беззакония были смыты его кровью. Слава Господу. Закрыто было дело. И вы помните, еще я хотел бы напомнить за Ноя, когда уже вода сошла, когда начала сходить вода, когда ковчег остановился, когда его семейство, животные, они вышли. Там написано, что Ной принес жертву Господу. Это бытие. Это бытие. Я не буду зачитывать это местописание, мы хорошо знаем. И написано так. И Бог обонял благоухание приятное. И сказал в сердце своем. Говорит, не буду больше проклинать. Не буду больше истреблять человека. Не буду больше этого делать. Опять же, знаете, друзья, это было таким вот прообразом. То есть, грех людей, он не был прощен. Но Бог сказал, истреблять потопом я больше не буду. Когда пришла эта совершенная жертва, знаете, Иисус Христос, и когда Он вознесся, знаете, когда Он воскрес, когда Он пришел туда, как, знаете, как то благоухание приятное, вошел туда в святое, в святых, то Бог сказал, а теперь каждый человек, принимающий его веру, будет оправдан. Слава Господу. Слава Господу. Пусть нас Господь в этом благословит. Я еще раз хочу прочитать это, друзья, еще это место, еще раз, которого Бог предложил в жертву милостивления, в крови его, через веру, для показания правды и упрощения грехов, саделанных прежде. Бог все сделал. Бог все сделал. Показал правду. Послал своего Сына. А наша задача через веру. Чтобы мы приходили к этому служению с верою. С верою. Я был, я буду заканчивать, я был на одном служении, когда-то, и мы так вместе с группой братьев проповедовали одним людям неверующим, даже таких, которые там беззаконие делали. И он сделал, этот брат, он сделал такой наглядный пример. Он взял чай и несколько ложечек сахара бросил, но не расколачивал. И там люди, которые сидели, говорят, попробуйте, возьмите. Первым взял попробовать, сладко, говорит, не. Поколотил, говорит, ложечка, а теперь попробуйте. Говорит, сладко. И он прочитал это место, говорит, но не принесло им слово слышанное, не растворенное верою. Друзья, и сахар был, и все вроде бы было, но не растворили верою. Поэтому пусть нас Господь благословит Слово Божие, растворять в сердце наше верою, принимая это, и как во многих местах написано, посему, да, автор послания к евреям пишет, посему, то есть по нашему, поэтому, от же, от тоже, да, посему, имея такие обетования, поэтому, имея вот такие обетования, имея такого Спасителя, имея и понимая то, что Он сделал для нас, да, как Он стал заместительной жертвой, как мы, оправданные Богом, будем иметь радость, будем иметь дерзновение, будем иметь силу и веру, приступая к Нему. Пусть нас Господь в этом благословит, потому что это очень славное служение, тайное служение, до конца разумом непонятное, принимаем верою и получаем силу и спасение. Пусть Богу будет слава. Аминь. Господи, Боже Небесный, Боже Благий, Аллилуйя, Слава Тебе, кроме прайки, кроме нестай, как кроме нестай, мы благодарим Тебя, мы величаем Тебя, мы славяне, великого Бога, благословенного, прославленного, возличенного, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вера умножается в сердцах наших Субтитры создавал DimaTorzok Слава Тебе Божия! Субтитры создавал DimaTorzok